Продолжаем наши летние каникулы в Эйлате, на самом юге Израиля. Летние, даже если по календарю осень или зима, ведь лето и солнце на Красном море 365 дней в году. В Эйлате не бывает скучно, холодно или невкусно. Удовольствие тоже можно утроить, пообедав, например, во время морской прогулки на парусной яхте. Ширина Эйлатского залива в этом месте всего 5 километров. Эйлатский берег с одной стороны и Орданский с другой. Но глубина до 1 километра вполне достаточная, чтобы смело прямо с борта яхты нырнуть теплые волны залива. Красное море – потрясающее место для всех видов плавания. Вода здесь теплая и летний сезон никогда не заканчивается. Поэтому, особенно в зимние месяцы, Эйлат – любимое место дайвера из холодной России, США и Европы. Здесь больше десятка прекрасно оснащенных центров подводного плавания. В одном из них на юге Эйлата можно не только полюбоваться коралловым рифом, но и в прямом смысле слова пообщаться с его хозяевами. Сейчас мы на дельфиньем рифе. Живущие здесь дельфины или их родители – наши бывшие соотечественники. Они прибыли в Эйлат с Черного моря. Они не прыгают и не жонглируют мячиками, как в цирке, а просто живут и плавают иногда с людьми. Причем неизвестно, кому это доставляет больше удовольствия. Дельфиньи риф открыт в 1960 году, когда сюда впервые привезли шесть дельфинов с Черного моря. С тех пор семья дельфинов выросла, родились дети. Сейчас здесь восемь дельфинов. И отличает этот риф от других подобных мест или дельфинариумов то, что дельфины абсолютно свободны. Плавают, где хотят, и все, что они делают – это их собственный выбор. Мы, по сути, их только кормим несколько раз в день. В этом особенность этого места. И территория его по сравнению с другими дельфинариями тоже очень большая. Мы кормим дельфинов четыре раза в день. Но не слишком сытно, чтобы они сами тоже ловили рыбу и сохраняли свой охотничий инстинкт. Как вы видите, мы их только кормим. Не требуя показывать разные фокусы, прыгать. Обычно дельфинов помещают в огороженные бассейны, устраивают аттракционы. У нас же несколько лет даже ворота не закрывались. Дельфины выходили в море и возвращались. Возвращались? А почему? Потому что они привыкли к этому месту. Им здесь нравится, им здесь хорошо. Одна дельфиниха уже три раза здесь рожала. Она уже бабушка. Ее дочка тоже уже мама. Туристы могут здесь нырять и плавать с дельфинами. Как раз дельфины в обычной жизни не очень-то к этому привыкли. В природе они не часто общаются с людьми. Но дельфины любопытны, любят играть и при возможности с удовольствием устанавливают контакт с человеком. А здесь дельфины уже привыкли к людям. Видят, что им не причиняют вреда. Плавают с ними, смотрят на них. Всегда приходят не потрогать дельфинов, а увидеть, как они живут в своем доме. Есть берег, где туристы просто купаются и загорают. А чтобы плавать с дельфинами, вовсе не обязательно надевать полный гидрокостюм. Вода теплая, приятная. И так всю зиму. Длина взрослых дельфинов около 4 метров. Вес 300-400 килограммов. Сложно не орабеть рядом с таким гигантом. Но говорят, после короткого инструктажа, через несколько минут, необыкновенно ловкий улыбчивый красавец полностью безоружит вас своим гостеприимством. Сама не пробовала, но в следующий раз непременно. В 2003 году у нас была пара дельфинов, самец и самка, которые не прижились в группе. У них не было контакта с остальными. А для дельфинов это очень важно. Дельфины были просто в депрессии, плохо себя чувствовали, не ели. После многих и безуспешных попыток им помочь, мы решили попробовать выпустить их на свободу, в Черное море. И в 2004 году прилетел самолет из России с большими ваннами. Мы извлекли дельфинов из воды, и они улетели к Черному морю, где когда-то родились их родители. Они-то сами родились уже здесь. Дельфинов, конечно, пометили. Несколько лет за ними следили ученые. У них все в порядке. Они подружились с черноморскими родственниками и чувствуют себя отлично. Правда, разошлись по разным группам. Так что попытка удалась. Дельфины нашли семью. Самка уже родила. Зов Родины. Есть в этом что-то. Да, несмотря на то, что это Родина, их родители. Вот такая история. Очень человеческая, как часто у дельфинов. Город царей – это огромный город развлечений. Снаружи он выглядит сказочным древневосточным дворцом. Внутри четыре совершенно разных современных аттракциона, где взрослые, непринужденно впадая в детство, охотно следуют за детьми по лабиринтам удовольствия. В первом пещере иллюзий – множество интересных и забавных головоломок, обманок, дидактических игр, тестов. Здесь можно проверить свою выносливость, силу, гибкость, быстроту реакции. Обменяться с кем-то телом, глазами и носом. Или попытаться насадить на шест колечко из дыма. И, конечно, калейдоскопы, кривые зеркала, лабиринты. И в довершение – скоростной спуск по пластиковой спирали прямо под землю, в следующую – Библейскую пещеру. Узкие подземные лабиринты с водопадами и ручьями, ущелья, шаткие веревочные мосты. А в больших каменных нишах оживают библейские истории – Авраам, Ной, строительство Вавилонской башни. В красивой пещере со сталактитами – могила дочери фараона, одной из жен царя Соломона. Из темного Танахического подземелья в яркий четырехмерный мир египетских фараонов. Зрителям стереофильма то и дело приходится уворачиваться от несущихся птиц или бегущих крокодилов. Вдобавок к этому – брызги и ветер в лицо, трясущиеся кресла и визги страха и восторга вокруг. Последний аттракцион – канал Соломона. Садишься в лодку и плывешь по реке Времени, мимо холмов Иудеи, мимо строящегося храма, мимо Иерусалима, где две женщины, не поделившие ребенка, пришли на суд к мудрому еврейскому царю. И вот лодка выносит нас на крышу города царей. История Соломона и эта сказка закончилась. Но отсюда, как на ладони, весь не менее сказочный лад. Теплый и гостеприимный, в котором никогда не кончается лето. Соломона и эта сказка Соломона и эта сказка